всем привет мы сегодня с вами на необычной зимней грибалки еще календарная осень но как вы можете видеть вокруг зима но зима наступила внезапно и поэтому грибы осенние еще можно встретить в лесу такие как например гиграфор с замороженной шляпкой но они все равно съедобные поэтому идем же искать дальше вот мы стали свидетелями с вами того что природа это какая-то неоднородная сила погода не договорилась с грибами каждый в этом мире может стать жертвой обстоятельств температура воздуха минус 5 но когда утром мы проснулись на градуснике показывала минус 7 мне очень интересно проверить места где находил белые грибы и смотрите как необычно выглядит этот не раскрывшийся зонт под снегом я чувствую себя медведем корзинкой похоже там прям жирнючий я говорил булава будем брать а ну а ножку зверушка поставим слушай пахнет а земной запах такой идем покажу беляшное место прошлый раз здесь я находил белые грибы но их было нелегко отыскать даже без снега а сейчас это вообще я не знаю каким фартулым надо быть но есть один плюс если ты на ступишь на гриб то ты почувствуешь некий камень под ногами и не раз чем учишь его друзья мои я радостно зову катюшу наносим высыть капля это слезы радость как необычно я его потерял конец вот же он вот же он сейчас я его очищу немножко как же такое добро можно оставить в лесу пропадать ну разве его не видно его видно по-моему нормально ну что примемся за срыв ух какой беляшечек я такие роды и такие роды красота а пахнет друзья мои очередная находочка это не вот эта прекрасная женщина а вот этот вот не менее прекрасный двугородчик катя я позволю тебе вскрыть его ну иди но у меня самому интересно что там иди ковырни это очень волнительно надо хирургическую точность соблюсти что же это ой берешь элла элитные белые грибы находим в замороженном виде ну да но это тебе в корзинку пусть будет да чтоб ты в следующий раз не отморозилась со мной ехать хотя это катя предложила буду честен интересно можно а с 3 можно и воде а тут она а тут он сутри режется только шляпка такая а тут ножка принципе не но он белый не дед не почернел ничего чтобы не думали что он там какой-то пропавший нормально да и пахнет живет себе грибочек в лесу а может быть природа таки не то что там застигла грибы врасплох может быть это для них нормально и никто от этого и не пострадал так что жертвами обстоятельств мы делаем себя сами в своей голове она может быть все к лучшему это ты вот здесь смотришь непонятно я смотрю какой-то необычный бугор что это возможно это зонт точно до будущий ну вернее уже не будущий зонт подросток конечно надеюсь что это беляж пальцы зябнут катюша просто дома не сидится потому что она не так давно начала вести свой youtube канал и очень радуется комментарием боится чтобы они не закончились и хочет что-нибудь поснимать и говорит давай поедем в лес ну а я легок на подъем поэтому прошу вас подписаться на ее канал тоже и поддержать обратной связью в виде лайков комментариев спасибо местами снега прямо много много прям утопает зато очень хорошо видно мухомор под снежной шапочкой может быть кому-то из лесных жителей и он станет пищей еще таким себе эскимо сыраежечка зашел уже такие старые сосны длинные но тут как бы снега не так много и видно маленькие грибочки вот этот грибочек я не знаю таких очень много кстати тяжело идентифицировать охочусь на гиграфоры еще один зимний подарок перекус зонтичек а кстати да сегодня уже снимал пробу икры зонтичной элитная закуска подвесом снежной шапки он хорош это как дополнительная обработка для него от всяких организмов дополнительная обработка заморозка в этом лесу я никогда не встречал чтобы было много зеленых рядовок сейчас как раз настало время когда я был бы им рад еще один плюс грибалки в заснеженном лесу это то что вы можете отследить по следам где вы уже проходили где возвращался это старый масленок я его даже не почувствовал под ногами как ты думаешь катя сильно старт этот масленок или на жарешку покатит давай я подержу корзинку а ты ему срежь конечно не знаю шляпа может только не пораньше тут нужен топорик дома посмотрим клади то не мне кажется он тавой тавой ну тогда оставляю кто-то из зрителей написал мне что пробовал эти наши гиграфоры ему не понравились они ему показались горькими но мне кажется дорогой друг вы ели не гиграфоры эти грибы не могут быть горькими кстати говоря после такого существенного похолодания синоптики обещают потепление и продолжат свой рост такие грибы как гиграфоры а также зимние грибы фламмулины и кое-где вешенка если вы знаете где искать так что при наличии большого желания можно продолжить грибалку и зимой повстречался мне еще один масленок с виду вроде бы не старый но они как-то очень плохо переносят морозы по пути гигрик заберем неплохого размера катя ну скажи мне насчет этого масленка твой вердикт а ну отломаем конечность ну это может быть из-за мороза он потемнел давай возьмем потому что сверху мне кажется он хорошо выглядит а дома уже оценим фрагалиночки фрагалины помнишь мы их называли ну да гиграфоры это прям гиграфоровое местечко здесь провизии хватит с голоду не умрем они правда такие маленькие и так сильно увариваются мне кажется ну когда вы их бросаете жарить они же сначала выделяют жидкости как бы варятся и уменьшаются в размере существенно дальше смотрим что-то типа масленка торчит так и есть это масленочек еще даже с девственной плевой внушительных размеров гигарики я сам офигел так высоко над землей видите воронкообразный гигарик со снежной шапочкой ну и ледяной тут вот лед у него водичка собралась когда-то в шляпку и замерзла это они вон Катя радуется нашла белый гриб и у меня большая радость ну радость может быть и небольшая но она есть вот посмотрите к нему даже травинка пригорзла этой шляпочки хорошо сидит глубоко вот отломалась у него ножка ну ничего мы не будем там вроде сантиметра мяса сейчас тут разрывать все ну посмотрите полюбуйтесь какого-то необычного цвета шляпка но это она обморожена а так-то белый-белый идем в корзинку ура конечно же здесь наверное есть и бугорочки которые стоило бы разрыть но их же не видно друзья мои видите как все запорошило катюша уже на эмоциях ворлик захотела предлагает поехать в воскресенье не знаю если мороз не попустит чтобы они так в замороженном виде остались то почему бы и нет можно поехать погулять поудивляться такие находки под снегом полюбуйтесь дорогие мои какая красота сколько плюсов в заснеженной грибалочке никого из конкурентов стоят себе грибы которые не портят череп стоят и ждут вас свежемороженые свежие и замороженные еще вот предыдущий был перевел взгляд немножко дальше немножко дальше нужно всегда смотреть рядышком еле-еле видный бугорочек вот же он беленький да красавчик какой сейчас мы немножко приведем божеский вид ох ты сказочно и необычно последнее время в нашем регионе зимы как-то были бесснежные и хвойный лес зимой мало чем отличался от летнего леса сейчас же такая прям зимняя панорама чувствуется что скоро новый год еще и мороженые грибочки как будто елочные игрушки попадаются помню в детстве был у меня мухоморчик елочная игрушка вот этот больше похож на елочную игрушку из моего детства этот даже в крапинку белую а дальше вон еще красивее места и там меньше снега дорогие зрители сразу увидел издалека такого высокого роста гиграфорчик он привлек мое внимание вот ну и тут семейка из трех грибочков далее еще из двух грибочков семейка самое самое интересное что там где я поставил корзинку маленький бугорочек я его открываю и вместе с вами смотрю как во льду буквально во льду торчит белый гриб и теперь я понял что возможно нож я взял и не зря с собой мы его сейчас так конечно наверное раскачаем может долбать и не придется вот такой замерзший бутузик я уж думал в бугорочке не доведется сегодня найти кого-нибудь пока Катюша занята делами по телефону мы с вами насладимся еще одним видом белого гриба еще не вылез его в бугорочке так как-то необычно он рос видите под углом я сейчас конечно чистить их сразу не буду тут потому что отвалиться может существенная часть гриба и вообще он распадется поэтому подождем пока он немножко оттает так что не обессудьте поскладываю такими вообще неплохо неплохо и в теплые месяцы не всегда удастся так подлохматиться совсем не скрываясь находится здесь масленок возьмем же его удастся не так-то просто вынуть оттуда упитанные гиграфор есть экземпляр которые сами вылезли на поверхность не нужно искать бугорочки например вот этот и дети шляпа возле сосны но что это это масленок я думал белый но ничего вот какой-то бугорочек кстати тоже масленочек неплохой экземплярчики молоденькие все что же здесь у нас тоже масленочек это какой-то уже непрезентабельный пожалуй ставим вот эти хорошие возьмем можно конечно сходить в супермаркет зимой за такими грибами но сколько удовольствия когда ты находишь сам и причем бесплатно ну относительно бесплатно конечно же сегодня грибалочка будет непродолжительной в силу того что холодно вы друзья мои утепляйтесь если соберетесь в лес вот видим наверное заключительный грибочек еще не знаю что это но догадываюсь что это масленочек да это масленочек в этом месте когда-то когда еще было тепло я прямо на дороге нашел белого смельчака а пока на дороге лишь катюша какой-то бурочек вблизи это рядовка зеленая то что я сегодня хотел встретить да ну вот она в одном экземплярчике только мне попалась заприметит заприметил какую-то стеклянную шляпку сейчас проверим что нас ждет бугорочек хранит молчание но мы сейчас заставим заговорить похоже на масленка шляпка да так и есть это свежемороженый маслючок дорогие зрители извините что грыбалка столь непродолжительна но вы должны нас понять мы уже замерзли да и я же уже говорил не всегда в теплые месяцы найдешь столько грибов а тут уже на жарешку хватит нам да катюша так что просим вас подписаться если вы еще не подписаны поставить лайк оставить комментарий спасибо вам за все комментарии которые вы оставляли до этого мы все читаем и до новых встреч всем пока пока пока